Нам нужно быть аккуратнее, возможно, это их следы здесь. Миш, а что ты там делаешь, а? Что это? Подговорю же, не зря я это место в небо называю. Один из мешков тут так и на месте. Заброшенная вода башни, а вот там вот голубенький домик. С другой стороны подошли, и можно туда проползти. Я сейчас к ней подкрадываюсь. Жесть. У меня есть мысль, ребята, это перенести в другое место. Да, привет, я Ани Мэджик, и сегодня я со своими четырьмя собаками, Юми ест траву, которую нашла под снегом, отправляюсь на прогулку в лес. Если вы помните, это тот самый лес, где мы нашли какие-то подозрительные мешки с мясом, а еще какой-то забор, который непонятно куда ведет. Когда выпал снег у нас перед Новым Годом, я посмотрела на реакцию собак, как им нравилось, как они радовались, что гулять можно не по грязи, а по снежку, чистым по сугробам, бегали, прыгали, носились, играли прямо в снегу, когда он был свеженький и сухой. В общем, сейчас снег уже растаял, вот траву видно, он не такой красивый и пушистый, но я подумала, что нам обязательно надо сходить на зимнюю прогулку с песелями, потому что вдруг в итоге все вообще растает, и мы так и не увидим зимы. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые новые интересные видео, проверяйте колокольчик, и погнали потихоньку. Посмотрите на этих кроликов. Мишанька, да, ты как всегда самая последняя, и ставьте нам лайк, если любите наши прогулки. Ребята уже побежали к воротам, может быть даже к нам присоединится киса Алиса. А еще за кисой Алисой я заметила такую штуку, просто она раньше никогда так не делала, она залазит на забор, на высокий прямо, и сидит там на воротах, смотрит за территорию. Как только я это заметила, я сразу захотела это снять, чтобы показать потом вам. Она вот сидит прям высоко-высоко. Если я подойду, то есть я вытянутой рукой даже ее не могу достать, и разглядывает все, что там происходит. Она так может сидеть долго-долго, но я ни разу не видела, чтобы она выпрыгивала через забор, то есть уходила из дома таким способом. Но теперь я уверена, что если я ее не нахожу на территории, то, скорее всего, она уходит гулять именно вот так. Раньше-то я думала, что она под забором пробирается. Эйвен, как самое любопытное создание, всегда впереди всех бежит к воротам, даже несмотря на то, что проваливается сквозь снег. Так, все, мы дошли до наших ворот. Эйвен уже поплакивает, потому что очень хочет выйти. Давай, Мишанька. Видите, у меня тут сумочка такая, а в ней лежит корм. Да, Мишанька? Я его использую для похвалы. Давай, Мишаня, доходи до меня. Ай, молодец. Молодец. Это наш обычный корм, платинум, которым я кормлю своих собак. Не лакомство какое-то. Я всегда на прогулке беру с собой его для всех, чтобы либо дрессировать, либо поощрять какое-то хорошее поведение, которое я хочу развивать в своих песиках. Девчонки уже впереди, а Эйвен вообще уже убежал куда-то в лес. Да, отлично. Сейчас пойдем его искать. Почему не какие-то вкусняшки, а просто корм? Потому что он удобный, он мягкий такой, рассыпчатый, как гематоген, и маленький. То есть собака быстро его съедает, и получается, что ты можешь быстро ее поощрить. Понятное дело, что такие вкусняшки существуют, но я, как вы знаете, приверженец того, что чем меньше всякой разной еды собака ест, тем лучше. Поэтому вместо лакомств прямо корма использую. Вот плюс яркой одежды, я вижу красненькую курточку, это Эйвен пробирается по дорожке к лесу. То есть ту же команду ко мне, которая у нас называется «Иди сюда», я тренирую постоянно, особенно с Мишей. Вы знаете, это у нас проблемная собака, в отличие от остальных. И также я учу ее, например, не поднимать земли, но пока с ней это не работает, со всеми остальными работает, а с ней нет. Давай, мешай. Молодец. Ай, хорошая девочка. Молодец. Да, молодец, Мишка. Собаки немножко с трудом пробираются по такому снегу, потому что он не мягкий, пушистый, а с настом, то есть вот с такой замерзшей корочкой, и, возможно, им не очень приятно, но вот, например, ботинки те же самые мы не можем носить. Не потому что они неприученные или еще что-то, но у нас всегда они спадают с ног, слезают. По городу, да, все окей, но если мы идем на прогулку куда-то в лес или еще что-то такое, то они постоянно их теряют, при том, что они им по размеру застревают в снегу, в сугробах, и в итоге эта история с ботинками в лесу не прокатывает. Так, мы заходим в лес. Ого! Я тут обнаружила следы какой-то большой, явно большой собаки. И они ведут туда, куда нам надо. Здесь в лесу им может быть попроще, потому что тут снег еще больше потаял, и земля еще ближе, теплее, не такой вот лед прямо. Мишанька у нас, как всегда, самая последняя доползает. Пишите комментарии больше четырех слов. Пожалуйста, да? Молодец, Софи! И Миша дошла, наконец-то. Можете вот, например, рассказать, как ваши животные относятся вообще к одежде и носят ли ботинки, например. Смотрите, Юми на дерево залезла. Юми уже перелезла через бревно. Я сейчас перелезу и посмотрю, как остальные за мной залезут. Миш, пошли! Давай, Мишаня, давай, давай, будем развиваться. Давай хотя бы вот здесь, Мишка. Давай, вот здесь перелезь. Вот, молодец, давай, соображай, давай, молодец. Нет, сдалась. Летом наша Мишанька из сложной семьи, которую все-таки растила не я, научилась преодолевать препятствия такие, но в одежде ей это не удается пока. Вот та страшная огромная коряга, внутри которой я пряталась, когда мы играли в прятки в лесу с песиками. О, Мишанька, молодец, все-таки перепрыгнула через одно деревце. Кто еще не в курсе, у нас есть влоговый канал, где я показываю самые обычные дни из нашей жизни. Так что, если вы еще на него не подписаны, подписывайтесь. И там, скорее всего, тоже новое видео, ссылочки будут в описании. И там же в описании я оставлю ссылки на новые ролики на других каналах. У нас еще есть канал Академия, где я даю именно полезные советы. То есть на Ютубе сейчас всякие разные правила, которые нас уже коснулись. Мы пытаемся как-то разделить каналы информационно и плюс на всякий случай продолжать иметь возможность снимать ролики на другие каналы, если что-то случится. Потому что сейчас вообще все непредсказуемо. В любой момент может произойти просто полный обвал. Вот там вот где-то очень громко лают явно немаленькие такие собачки. Нам нужно быть аккуратнее. Возможно, это их следы здесь везде. Жесть! Мы добрались до места логова, как я это называю. Я называю это место логовом, потому что, как вы помните, мы нашли здесь кучу мешков с протухшим мясом. И безуспешно закончилась эта история. Я так и не смогла выяснить, откуда они взялись. Но потом, через время, когда мы вернулись на прогулки с кошкой именно сюда, я уже видела, что эти мешки разодранные, разорванные мясо, это кто-то простощил. Я предполагаю, что это вот эти вот дикие местные собаки, которые тут лают. А где Миша? Миша, а что ты там делаешь, а? Что это? Вот говорю же, не зря я это место логовом называю. Посмотрите, что мы нашли. Только не подходите, не подходите. Стойте там, стойте. Я так предполагаю, это чья-то очень большая крупная кость. Уже обгрызанная, обглоданная. Вот еще рядом кусочек валяется. Посмотрите, какая она огромная. Ну вот что это может быть такое? И откуда? Вот, точно. Офигеть, это точно череп. Посмотрите, это же глаз получается. А это морда. С этой стороны тоже такой же глаз? А, с этой стороны объедено уже. А, блин, капец. Или что это за кость? Кто-нибудь разбирается в костях? Что это может быть за кость и чья она? Ну вот правда, кто здесь может обитать, чтобы таскать такие огромные кости, обгладывать их? Никто никуда не идет. Никто никуда не заходит. Я пойду проверю. Смотрите, я еще одну кость нашла. Еще один огромный кусок кости. Вот, ну как? Вот не зря же я это место называю логово. Кто здесь живет? Вот там еще кость лежит. Чтобы питаться какими-то крупными такими животными, откуда они их берут здесь. Сказала ребятам там ждать, никуда не ходить. Заодно команду ждать потренируем. Ждать. Ждать. Один из мешков тут так и на месте. Он так и лежит тут. Полупустой уже. Остальных мешков в округе я не вижу. А, вот они. Вот они, но они уже пустые. Ладно, возвращаюсь к ребятам из этого костного царства. Вот молодцы, все меня ждут. Молодцы. Ай, какие хорошие собаки. Да, покемоша. Я предполагаю, что вот эти вот крупные большие собаки, которые здесь бегают, на ближайших фермах воруют головы, ноги и еще что-то от коров или от кого-то. И сюда их притаскивают. И здесь их съедают. Здесь их логово. Но это чисто мое предположение. Я не знаю, меня это напрягает. Потому что когда речь шла о мешках больших, я говорила, что три огромных тяжеленных мешка, которые не способен поднять человек один, ну только если это большой крупный мужчина, не могли здесь просто так оказаться. И сюда нет подъездов на машинах. То есть это кто-то их специально сюда принес. Кто-то крупный и большой и несколько раз, видимо, ходил. А здесь дороги достаточно далеко, ближайший. В общем, ситуация такая очень подозрительная. И мне даже сейчас пришла мысль в голову, а не надо ли эти кости взять и реально на обследование отдать и посмотреть, что это за кости, чьи это кости, что это за животное такое, которое тут съели. Отправляемся сейчас дальше. Не обратно пошли. Вот оно, вот оно логово. Оно под таким вот большим вот деревом. А мы пошли с ребятами в другую сторону, туда, где мы изначально нашли осенью с кошкой забор странный, который непонятно куда ведет. Отличная получается для пупсиков прогулочка, тренировочка. Все трое идут впереди меня, Мишка где-то там сзади меня догоняет. Вот, я ее увидела просто на камере. И сейчас вот уже зимой, когда везде снег, нету листьев, деревья все лысые. Я думаю, что мы лучше разглядим этот забор, куда он приводит и вообще, что там за забором находится. Потому что, как вы помните, за забором стоит такая какая-то непонятный домик, там какая-то водобашня. Я никогда этого не видела сама, потому что не ходила, не смотрела. И тем более летом это очень плохо можно разглядеть. Эй, Иван, а что ты лаешь? Вышли, вывели меня на какую-то тропинку. Этой тропинки летом я не замечала. Она вот сейчас появилась, ее заметно стало из-за снега, потому что тут-то летом высоченная трава. И судя по следам лап, я вам сейчас покажу, я допускаю, что это тайная дорога вот этих диких собак, которые вот там на ферме что-то воруют и вот таким образом здесь пробираются в лес. Вот их следы, именно не маленьких моих, а крупных собак. Вот такие вот большие следы. И они ведут вот сюда, куда-то в поле вообще. А за полем, дальше ее здесь не видно, там находится ферма. Впереди всех просто наш вожатый, Иван, идет, я думаю, по запаху как раз этих собак. Он почему-то там в каком-то месте залаял. Так странно, не похоже. Мои собаки просто так не гавкают. Они гавкают только в случае каком-то определенном. Так, мы просто тупо дошли до поля и идти туда это нереально. Я не хочу сейчас идти со всеми через поле, потому что это небезопасно. Если какие-нибудь собаки окажутся дикие здесь, большие, мы их встретим. Будет очень грустная история, я боюсь, это все плохо кончится. Эй, Иван! Да, идем все обратно. Пойдемте. Молодцы, какие умницы, а? Какие умницы! Так, а забор вот где-то тут. Какой-то странный звук действительно слышен. И я понимаю, на что, наверное, гавка Лейван. К сожалению, забор находится через сугробы. И, боюсь, ребята не смогут со мной пройти. Но они геройски продолжают меня следовать за мной. Все-таки ничего себе вы даете. Они там меня догоняют, я слышу. А вот я... Я хочу просто быстро сбегать и вернуться. Дошла до этого самого места. И действительно, благодаря тому, что сейчас зима, здесь прям пусто. Вот он этот длинный забор. Можно попробовать, например, пойти вдоль него. Но, боюсь, он там закругляется и идет вот так вот. И отсюда стало видно, что это действительно какая-то заброшенная водобашня. А вот там вот голубенький домик какой-то или какая-то будочка. Так. Я думаю, что мы попробуем сейчас идти не в ту сторону, потому что это очень далеко от дома, а в ту сторону вдоль забора, и, может быть, где-нибудь обнаружим вход. Забор очень высокий. Чтобы вы понимали, вот я руку вытягиваю и даже не достаю до конца вот этой вот трубы основного столба, кстати. Некоторые там писали, вдруг он электрический. Нет, он не электрический. Вот я трогаю сетку, ничего не происходит. Ребята, как я их и попросила, дождались меня вот тут, около травы. И мы сейчас пойдем вдоль забора вот туда. То есть он идет вот здесь вот, и мы вот так вот и пойдем. Вот, ребятам, реально такая зимняя тренировочка получается. Вдоль забора мы прошли, с другой стороны подошли, и я нашла кусок здесь. Здесь есть отогнутый забор, и можно туда проползти. Но на самом деле с собаками сейчас делать это анриел вообще, ребят. Вот там вот забор продолжается, а здесь его сломало вот это вот дерево, которое то ли молнией, то ли просто от старости. Оно его сломало, и здесь можно проползти вот туда, на эту территорию. Интересно сходить мне туда и исследовать, что же там такое. Но собак я не могу настолько надолго здесь оставить, бросить, мало ли что. Они туда за забор их перекидывать вот за эту штуку даже я не хочу, они не перелезут. Нет. В следующий раз, значит, вернусь либо с кем-то одним, кто будет вот здесь у меня на груди или в портфеле, либо одна вообще, но не с ними, потому что уже холодно, мы несколько часов бродим, ищем это все, и они просто не осилят. Вот, покемон меня дождалась, пока я бегала сквозь сугробы туда. Вот Софиша. Так, а где Эйвон с Мишей, а? Ой, не дождались меня, ребятки. Пойдемте их найдем. Вот я вижу красное пятнышко, это Эйвон к нам пробирается. Так, трое здесь, а Миши опять нет. И за мной ее нет. Если вы помните, в прошлый раз уже подобная ситуация была, Миша застревает, либо просто она сидит и дальше идет за всеми, не знаю, почему за компанию. И я ее искала, вы помните, я нашла ее, ну так, недалеко. Либо же она застревает, потому что она что-нибудь находит, начинает в этом ковыряться, и в итоге нам нужно возвращаться ее искать. Растерялись, потеряли Мишу, вернулись на то место, где я их оставила. Вот там вот забор, вот там голубенькая вот эта штука. Ну вот, да. Ждите тут. Я уже перепугалась, что мы ее реально не найдем, но я сейчас к ней подкрадываюсь. Жесть. Но, как я и говорила, мне кажется, Миша просто чем-то занята. Она вот здесь вот под таким большим деревом что-то жрет. Ну что ж такое-то, а? Фу! Миша, фу! Фу, нельзя! Фу, позор, уйди! Уйди, нельзя! Уйди, фу! Позор, Мишаня, позор, фу! Фу, мы тебя искали, а ты здесь, делаешь то, от чего я тебя отучаю. Ужас! Ужас, Миша! Короче, это какой-то... В прошлый раз за то, что я показала мешки с мясом, мне закрыли монетизацию на Ютубе. То есть нельзя зарабатывать на этом ролике, потому что я не сделала пиксели, не закрыла что-то. А видно было мясо, куски типа красные. Даже слово это произнести не могу. Короче, там кости какие-то с кусками мяса, но они явно не старые, а свежие. То есть там красное есть, не буду говорить. У меня есть мысль, ребят, это перенести в другое место, а потом через время прийти и проверить, останется оно там, или же оно куда-то исчезнет. Перетащила просто вот палкой, перетыкала, перекатила, скажем так, этот кусок сюда, под вот это вот дерево, потому что я, по крайней мере, это место запомню. Там я его могу где-то не найти, это не так уж далеко. Миша! Ну вы посмотрите, что она делает. Миша! Позор какой! В общем, мы оставили это тут, пусть оно тут лежит, если что, мы вернемся в следующий раз и поищем. Миша, нет, фу! Отойди! Молодец! Ай, молодец, пошли скорее! Пойдем! Сейчас потренируемся немножко не поднимать с земли. С ребятами мы уже этому, видите, научились. Мы не поднимаем с земли ничего, не едим ничего с земли, потому что мало ли на прогулках всякое бывает. А вот Миша, видите, я проверила, к сожалению, это еще продолжает делать, при том, что я ее отучаю. Нельзя! Фу! Миша, фу! Нельзя! Там же может быть всякая отрава, яд, испорченная еда, фу! Нет! Нет! Нельзя! Нельзя, Миша! Нет! Нет! Вот молодец, просто стоим, просто стоим и не подбираем. Миша, молодец! Да! Молодец, умница! И если остальные мои собаки знают, что такое не подбирать с земли, потому что там может быть испорченная какая-то еда, трава, если это город, мало ли что, докхантеры, то Миша упорно продолжает приносить в дом, например, какие-нибудь луковички от цветов, еще что-нибудь находить на улице, тащить это все в дом. Понятное дело, что мы живем в частном доме за городом, и у нас ничего такого опасного нет, но если это случится где-то, это очень плохо, поэтому я стараюсь ее отучать, но до сих пор у меня не получается. Есть у него такая вот из прошлого вредная привычка. Вот, пожалуйста, все трое идут, гуляют. Одна Мишка застряла там и что-то вынюхивает, что-то там унюхала, нашла и пытается выговорить. Ее можно использовать, как знаете, есть такие свинюшки, которые ищут грибы какие-то, как я забыла, как они называются. Вот, Мишаня, если хочешь что-то где-то найти, выпусти Мишаню, она тебе все найдет, притащит, съест по пути. Вот они наши находки сегодняшние, эти кости, я думаю, мы возьмем и сдадим на обследование реально их. Все, ребят, пошлите. Явно уже все хотят домой, все быстрее намного назад двигаются, чем когда мы шли туда. Я считаю, что у нас получилась прям супер продуктивная прогулка и ради тренировок, дрессировок. И еще и я для себя нашла новые поводы для размышления и возвращения, чтобы понять, что же тут у нас такое происходит, блин. Если у вас будут какие-то идеи, пишите в комментарии. А еще я же вам с лета обещаю ночные прятки с собаками. Я обязательно их сниму. Голодные, замерзшие, хотим... Ой-ой-ой, именно аккуратнее. Хотим скорее внутрь. И Мишанька такая в конце там бредет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самые новые ролики и переходить по ссылкам на новые видео на других наших каналах. А мы погнали домой. Заходите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.